Друзья, привет всем, с вами Диодант, сегодня мы возвращаемся в Тиранию. Признаться, я впервые вижу этого ночного воя, когда я сам проходил, я его не встречал, поэтому мне самому даже интересно, что у нас будет дальше. Молодой зверолюд стоит в тени огромной зверолюдки, которая возвышается над вами, даже сидя на корточках. Изо рта зверолюда, который яростно рычит на нее, во все стороны брызжет слюна. Ночному вою пообещали достойных сильных жертв за вступление, но зверолюдка позволяет ночному вою охотиться только на самых слабых людей, оставляет лучшую добычу себе. Ночной войл был вторым по силе самцом камнепытов, пока не присоединился к алым людям. Даже спаривался со стокровкой, братан, вот, конечно, подробности твоей интимной жизни меня явно сейчас интересуют. Мне обещали собственную устаю за то, что я покинул своих соплеменников. Ага, присевший зверолюдка испискает оглушающий... О, господи, слушайте, да у них тут прям целая беседа. Ночного вою пообещали достойных сильных жертв за вступление. А, даже так, сильный камнепыт, зверолюд, достойный спаривания? Что за камнепыт? Камнепыт и лазури – самое многочисленное племя зверолюдов в ярусах, почти утроившее поголовье за период одомашнивания и принудительных работ на фермеров и ранчеров королевства. Впрочем, подобно всем зверолюдам, камнепыты рождены дикими и жаждут освободить свои земли от людей. Нет, когти у глотки видят перед зверолюдкой только нующего первогодку, а видят лишь неженку, только слабого щенка, который может одолеть раненую, умирающую жертву, а не лучших бойцов на поле сражения. Люди все время мешают зверолюдке. Никакого чувства опасности не узнают крадущихся голодных хищников, хуже хныкающих зверолюдов. Говори быстро, и может быть зверолюдка тебя выслушает. Так, слушай, не переживай, я знаю, как правильно проявить уважение к зверю, прими мое подношение с кровью и с костей. Хм, ну давайте мы с вами пообщаемся с ней. Отлично. Да, зверолюдке нравятся твои подарки, из крови и костей, свежая добыча, но когти у глотки не хочет таких угощений сейчас. Маленький человек с тупыми когтями присоединится к зверолюдке в горячем истреблении людей через сезон, да? А что тут происходит? У человека острый взгляд, да? Видит, что зверолюдка воспитывает нахального члена стая. Скулящий, подвизгивающий самец. Ночной вой поймет место зверолюда в новой стае, иначе не проживет много сезонов. Ммм, давайте попробуем. Может быть, я ее смогу одолеть? Когтям у глотки нравится человек, который... Которая самка, но посмела бросить вызов зверолюдке. Думала, что самка с тупимой когтями будет такой же хилой, как и ночной... Так ты его задолбала уже стебать когти в глотки. Сколько можно? Как ты оказалась валом хоре, беспощадной, хитро, свирепой, как племена? Зверолюдки, люди из хора грязные, воняют княлым мясом, лучшие хищники драться, убивать. И... 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 Что, 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 до свидания. Как бы... ну, зверолюдка, ты молодец. А какой толк мне от тебя, зверолюдочка? Я-то думал, что ты мне что-нибудь интересное расскажешь, либо, я не знаю... Ай, ну, похоже, от тебя толку никакого нет. В общем, давайте мы с вами еще раз поглядим. Сдержать Барика. Давайте сдержим мы с вами Барика. 41, спасибо. Не знаю, что на него нашло. В общем, серийно-то постоянно мне тут будет задирать. Я думаю, что она мне ничего полезного поведать не сможет. Давайте мы с вами в крайний раз еще побегаем вокруг лагеря Хора. Посмотрим, что тут у нас такого интересного еще может быть. Но, мне кажется, что ничего интересного здесь быть не может. Мы уже со всеми попереобщались. Все задания, которые здесь были, мы выполнили. Поэтому я сейчас, знаете, что хочу сделать? Я хочу... Помните, мы с вами в самом начале в руинах Эджеринга. В общем-то, там у нас была одна такая фиговина, где я мог взломать один... один сундучок, но тогда я не смог его взломать, потому что мне не хватило навыка хитроумия. Поэтому я планирую туда вернуться и посмотреть, что же там находится в этом лагере Эджеринга. И вообще сейчас будет у нас, ребята, очень интересный момент такой. Ух ты, ух ты, ух ты. Поскольку сейчас, по сути, решится судьба всего этого завоевания, и вы поймете, к чему все это дело у нас ведет. Давайте мы с вами поднимемся наверх. Используем 30 навыков атлетики. Ну, там наверняка должно быть что-то интересное. Так, сигил непосредственного воздействия. Ага, берем его себе тогда. И еще какие-то перчаточки. Легкие кожаные рукавицы. Множественные атаки, парирование. Почему-то, не знаете, абсолютно идентичные, что самое удивительное. Ну ладно, оставляем их тогда там. Ну, в принципе, я уже рад тому, что я сходил, потому что я нашел себе очередной сигил. Давайте попробуем его изучить. Знание 45. Ну-ка, братан, а ты сможешь изучить? Диода знания 45. То есть это мне необходимо такими знаниями обладать. А сколько у нас сейчас с вами знаний вообще? Давайте посмотрим. Знание 45. Пам-пам-пам-пам-пам. Знание 80. Ни хрена себе. Ребят, ну это, видать, какой-то очень мощный сигил. И явно не зря я его взял с собой, поэтому я не жалею, что вернулся в Ruination. Ну как у вас тут, ребятки, нормальные дела? Это уже, получается, у нас сдох окончательно. Ну и сейчас мы с вами возвращаемся в лагерь опальных. И там начнется самое интересное, что есть в первом акте. Это непосредственная развязка событий противостояния между голосами Нерата и между Грэвином Аши. Сейчас будет у нас с вами очень важная беседа. Так, возвращаемся в лагерь, побежали. Давайте еще осмотримся. Здесь послание. Вы получили послание. Послание — это короткие сообщения, доставляемые птицами в дальние части Империи. И что же это за послание такое? Таркис Ария. Думала, мы совсем бестолковые. Мы знали, что Кайрос провозгласит Эдикт в нашей долине. Может быть, у владыки больное чувство юмора, но я, честное слово, смеялась, когда узнала про смертный приговор, клятву преступнику и марионетке. У меня были низкие ожидания в отношении служительницы так называемого Архонта Правосудия. Тун он видит со мне покорным приспешником, который восседает на троне, чтобы узаконить бойню и грабежи других Архонтов. Лицо благополучия, которое позволяет Кайросу говорить одно, а делать другое. Я надеялась, что ты служишь правосудию, самому принципу, а не Архонту, но твои действия сказали о другом. По крайней мере, могу поблагодарить тебя за то, что доказало мое скептическое отношение полностью обоснованно. Если ты выживешь в предстоящей бойне, то знаешь, что Таркис Арий из гвардии Вендриенов несет полную ответственность за действия своих солдат. Если мои войны предстанут перед топором суда, скажи Тунону, что из-за голода и отчаяния мне удалось обманываться в лечих в борьбу, которая была лично моей, а не их. Заставь его поверить в эту ложь, так же, как это ты делаешь с ложью владыки. Какую-то, знаете, она, по-моему, околесицу нам написала. Я, в общем-то... Ну-ка, ну-ка, я ухожу и забираю то, что мне принадлежит, я ничего плохого не делаю. Ну-ка, что это у нас тут такое с вами? Я приму это к сведению, а теперь я пойду. Нет нужды беспокоить, вас больно. Ладно, парни, вам не надо так дергаться. Ты можешь уходить, но шлем останется тут. Мы не любим тех, кто ворует железо, так что если ты надеешься уйти отсюда без спорки, то ты очень ошибаешься. Что-то не так. Этот парень обокрал легион и думает, что ему это с рук сойдет. Если он сделает еще хоть шаг, нам придется нарушить мир Кайроса. Вершительница, ты можешь меня выслушать? Угу. Не делай вершительницу соучастником кражи. Броня опальных собственность легиона. Ты не имеешь права брать ее, и клянусь Грэвина Маши. Я прикончу тебя, если ты попытаешься уйти с этим шлемом. Так, так, так. Я вижу без кровопролития. Давайте-ка я разрешу время с ваших плеч. Этот гаденыш нас обокрал. Это вы так считаете, но я готов предоставить решать вершительнице. И вам советую. Если, конечно, вы уважаете правосудие адъюдикатора. Или, может быть, нет. В таком случае... Довольно, довольно, довольно. Если надо выбирать, драться или судиться, тогда я, конечно, тоже готов принять решение вершительницы судеб. Рассказывай с самого начала. В общем так, командирша, идем мы за упокойной ее ватагой по реке и ищем с кем бы подраться. Тут вдруг шум, разведчик свистит, мы бежим поглядеть, что стряслось, и опа, напарываемся на гвардейцев-вендриенов, которые с другой нашей ватагой сцепились. Мои понятия не имели, что там еще кое-кто патрулирует. Короче, клятва преступники все такие борзые, мол, победа будет за нами. Мы на них, они не отступают, сами виноваты, короче, да? В общем, подрались не на шутку, в живых никого не осталось, чтобы нам рекрута взять, так что пришлось и в их барахлепа бы поноситься, да? Вот тут-то я эту красоту и нашел. Я думал, поступлю честь по чести и продам его опальным обратно, вот и пришел сюда, а они нет, чтобы заплатить как положено, напали на меня. Хм, 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 хм. Ты не хочешь просто вернуть украденное опальным, они ведь ваши союзники, как ты можешь доказать, а не украл его у интенданта? Блин, тяжелое положение. Я, ребята, тоже, кстати, не встречал эту ситуацию. Ну-ка, давайте фугу спросим. Все сходится, опальные к своей броне относятся, как ко второй коже, некоторые в ней даже спят. Впрочем, есть и такие, у кого просто нет выбора. Хм, 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 хм. А как ты можешь доказать, друг мой? Ну, если кто-то хочет растянуть этот суд на две недели, я могу собрать свидетельства с каждого члена своей ватаги, кто был в том бою. Так, а почему ты не можешь просто вернуть? Клянусь, Кайрос, а что такого для нас делали опальные, что мы им подарки дарили? Почему ты решил продать шлем? Для начала в этом шлеме моя голова болтается, как яблоко в ведре. Угу, хотите ли вы что-нибудь добавить к сказанному? Ну, в отличие от некоторых тут, которые делятся не спешат, если мне позволят это продать, я свою долю суду выплачу, конечно, как и положено доброму союзнику. У меня есть еще вопросы. Что вы можете рассказать? Этот шлем опальных, а значит, он принадлежит легиону. О чем тут еще говорить? Я знаю, хору вечно не хватает снаряжения, но это не наша вина, что у них проблемы. Не надо столько новобранцев набирать, если не знаешь, чем их кормить и вооружать. Угу, ху-ху-ху-ху-ху-ху. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, барик, 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 барик. По традиции, железное оружие и доспехи принадлежат легиону. Угу, с тобой все понятно. В хор набирают наших бывших врагов, неблагодарных, недостойных доверия сынов и дочерей поверженных государств. Пусть выявят палками или лодочными баграми. Элитное снаряжение для элитных бойцов. Так у нас заведено. У меня есть еще вопросы, ребята. Могу я взглянуть на этот шлем? Он смотрит на вас долго и задумчиво, потом кисует нам шлем в руки. Внимательно осматриваем шлем. Шлем покрыт вмятинами и следами коррозии. По левой стороне идет глубокая трещина, вокруг которой расходится ржавчина. Он явно долгое время находился в руках человека, понятия не имевшего, как обращаться с доспехами из железа. То есть кто-то его очень долго носил, и это был явно не опальный, поскольку опальные, как вы знаете, они очень трепетно относятся к своей паране. Хотя мало кто заметил бы разницу в весе, вам сразу становится ясно, что этот совершенно обычный на вид шлем каменного щита, на самом деле гораздо лучшего качества. Он не так богато украшен, как шлемы железной стражи, но представляет собой настоящее произведение искусства. Обычно такие шлемы носят ветераны, отслужившие в легионе лет 30 и более. Блин, а че ж такое? Давайте вернем шлем. Блин. Я, ребята, не в курсах, если честно. Заплатите ему справедливую цену за одно бедное кольцо, ни больше, ни меньше. Будем считать спор решенным. В реликвии легиона он должен оставаться в опальных. Но я так понимаю, что... То есть он явно не крал у них сейчас здесь, так как шлем слишком ржавый, да? То есть он не пытался у них сейчас тут его найти. Вполне вероятно, что либо он нашел его на поле боя, либо, как уже раньше говорили, довольно частое явление, что ребятки просто берут и крадут с поля боя. Продай шлем за одно медное кольцо, ни больше, ни меньше. Будем считать спор решенным. Но вообще, по-моему, предписывает, что обязаны возвращать шлемаки этим опальным. Давайте за формальную цену, за одно медное кольцо. Один жалкий медяк, да он не меньше железного кольца стоит. Я на медяк даже не наемся. Не говоришь о том, чтобы хорошее оружие купить, вершительница судеб. Мы тут все согласились принять решение вершительницы судеб. Может, честной цены ты не получишь, зато ноги унесешь по-добру, по-здоровому. Спасибо, вершительница судеб. Это хорошо, что ты отстаиваешь честью традиции легиона. Но для нас важно. Ну, вроде как я, знаете, смог выехать на нейтралку. Парень-то, в принципе, не виноват, как мне кажется. То есть он этот шлем нашел и вполне вероятно, что он тупо не знал о том, что эти шлемаки надо вообще возвращать. В тот же самое время драть с него деньги, на мой взгляд, тоже немножко несправедливо. И как-то это уж совсем будет дерзко с моей стороны. Поэтому символическая расплата. Зато он имеет возможность взять и уйти себе по-добру, по-здорову, с спокойной душой, как говорится, и без каких-либо проблем. Мне кажется, это самый лучший исход для него. То есть ни то, ни это. Этим главное было вернуть свой шлем. Ну, парень, ну... Ты явно там... За него бы много не получил. Чувак явно глупенький, потому что прийти в лагерь... Прийти к ним в лагерь и пытаться торговать шлемом... Ну, это довольно странно. Ладно, давайте мы с вами поторгуем. Ну-ка, как ты начал работать? Понятно, понятно. Меня не особо интересует, как ты с ними начал работать. Давайте мы с вами поглядим, что у нас есть из снаряги. Продаем всякое старое барахло, которое нам не надо. Далее, что у нас еще есть? Барик, у тебя тут хлама, я смотрю, накопилось. Прямо, мама, не горюй. Уже не знаю, куда девать все это твое добро. Давайте еще Агата продадим. Двуручную фигню я оставлю тебе. Колотушка. Ну-ка, а кто из вас лучше? Колотушка минус расстояние плюс пробивание брони, да? И восстановление чуть-чуть меньше урона. Нет, давайте колотушку мы с вами тоже продадим. И у Ларии, у Ларии, у Ларии. Все, даем мы с вами сделку. Хорошо. Сохраняемся обязательно. И вообще, давайте я сохранюсь, наверное, где-то тут у нас была эта... Блин. Седьмая серия, по-моему, называется. Потому что я, если вы не знаете, постоянно сохраняюсь, ну, чтобы мало ли что-нибудь там произойдет, чтобы я мог откатиться назад. Так, и тут у нас Эльспар разговаривает. При всем должном уважении наши когорты не раз нагло разбивали этих кретинов скребня. Что могут твои скаловержцы, кроме как путаться под ногами? Я и сюда не рвался, Цейвёсад. Доказывать тебе нашу ценность приказа не было. Если великий генерал решит, что в сражениях ему не нужна магия, то пусть прикажет нам отступить и переждать битву, сложа руки. Так, хорошо, мы с вами получаем 750 колец, изумрудную брошь. И, в общем-то, мы выполнили задание по спасению этих скаловержцев. В любом случае, я рад тому, что я спас этих парней, потому что они... Так, восстановление здоровья плюс один каждую секунду. Давайте эту штуку, наверное, фурии мы с вами передадим. Я рад, что я их спас, потому что, ну, они реально были в печальном положении, их отправили, по сути, в чёрт пойми куда, то ли на убой, то ли не на убой. И у них было реально очень и очень всё плохо. Давайте с Изотанисом поговорим. Покажи-ка свой товар, братюня. Кинжал кровников, шлем каменных щитов, перчатки каменных щитов. Это у нас, получается, кожаная, кстати, кожаная бронька, но мне кажется, она не шибко-то и лучше. Хотя нет, плюс один меткость, плюс два оружия. Но платить единичку за это можно, конечно, Алой Фурии передать, но, я думаю, не стоит. А вот тебе, товарищ, у тебя, по-моему, перчатки учёного, сапоги учёного. Ладно, я думаю, что мы потом с вами найдём ещё себе более удачный шмот. Наконец-таки итог нашей серии. Сейчас мы с вами зайдём внутрь шатра и узнаем, что же произойдёт дальше. Заходим. Итак, друзья мои. Эти, как обычно, спорят друг с другом. Как можно доверять твоему сброду? Они же сдадут в решающий момент. У скольких твоих рекрутов есть рудичи в гвардии вендриенов? Нет уж, в авангарде штурма пойдут опальни. Мы обязаны одержать победу, пока Эдик не прикончил всех нас. О, ты так молода, мы прощаем тебе эту глупость. Ты не справишься с обрушением стен без Архонта Камня. И только у Хора достаточно сил, чтобы атаковать крепостные стены со всех сторон. Лучшее, чего можно было бы ждать от Хора, это чтобы они завалили трупами подступы к стенам. По ним бы мы поднялись, поднялись бы мои бойцы. Укрепление ерунда, пробить кладку не составит труда для моих скаловержцев. Ещё одна блестящая идея. Культисты Каирны, конечно же, вменяемые достойны доверия ничуть не меньше, чем сам покойный Архонт Камня. Ты видела шпиль в центре цитадели, сложно не заметить самая высокая штука во всех этих землях. И твои землемаги, конечно же, не сделают такой глупости, как, скажем, сокрушить фундамент шпиля. И что бы могло пойти не так? Нам нравится произносить имя Каирна просто, чтобы посмотреть, как его корчит. До встречи со мной у Грэвена Аши была прекрасная шевелюра. Им не доверяю больше, чем твоим насильникам, наёмникам, перебежчикам и другому цирку. Итак, друзья мои, пока вы тут срёетесь, я, в общем-то, провёл успешные операции. Мало что доставило бы нам больше удовольствия, чем разделаться с этой клятой долиной. Возможно, если бы опальные чуть больше нас поддержали. Теперь, когда все в сборе, я жду отчётов. Алый Хор должен был разобраться с клетвопреступниками во внешней долине. Как успехи? Да, и правда, что же случилось? Нам следовало бы знать об этом, но мы не знаем ничего. Если мы не ошибаемся, вершительница судеб сыграла в этой операции решающую роль. Пятый глаз, просвети нас, наконец. Вершительница судеб и впрямь помогла Хору. Если можно так сказать. Клятвопреступники были обезврежены, но гнев вершительницы не пощадил никого, и капитана Пеллекса Флориана не удалось взять живым к нашему разочарованию. Похоже, вершительница вынесла Флориану переговор о пальных. Досадно. И что нам дало это милосердие? По нанесению моих разведчиков из лагеря сбежали какие-то подонки, приписанные к Хору. Они переметнутся к врагу. Вот к чему приводит милосердие, и ты этого либо не замечаешь, либо тебе плевать. Так. Так, ребятки, слушай, Грейвен Аша, если ты как бы не догоняешь, то я на твоей стороне. Не согласна, он стал бы превосходным пленником, однако взять живым этого бешеного фанатика, готового к смерти, не было возможности. Я буду говорить правду. Грейвен Аша. Железный маршал, как я понимаю, мы закрепились нормально, и такой просто прошел. Ну ладно, братья у меня, хорошо. Закрепиться на реке Матани было непросто. Там оказался посланец школы приливов. Он обратил реку против нас. Несмотря на все потери, мы сумели взять переправу отголоска, но победа нам дорого обошлась. На побережье мы выяснили, что жители селения отголосок прячут краденое железо. Эти мерзавцы воевали с нами, нашим же оружием. Понятное дело, мы спалили деревню дотла, и вершительница судеб разумно нас поддержала, чтобы показать им, как дорого обходится сопротивление. Наш костер победы взметнулся до немес, его было видно отовсюду. Их лидер, капитан Матани Сибил, в бою потерпела поражение и была взята в плен Алым Хором. И хотя возглавляли операцию опальной, вершительница судеб поступила с пленными так, как и в обычаях у Хора. Весьма разумное решение вершительницы, капитан клетва преступников, несомненно, доставит нам немало часов развлечения. А возможно, заодно даже расскажет что-то полезное. Так погодите, я же вроде ее замочил. Она была самым восхитительным лакомством у всех, такая упрямая, такая изощренная в своем немом протесте. Некоторыми вещами следует наслаждаться медленно. Нам следует еще раз поблагодарить тебя за то, что привела ее к нам. Это прямо как в Аплоте, когда твои же рекруты предпочли покончить с собой, чтобы не служить Хору. И она ничем не будет отличаться от прочих. Итак, ребятки, друзья мои, нам надо как бы решать, что делать с Эдиктом. Вершительница, судя права, мы спорим о мелочах, а должны думать о том, как покончить с клятвопреступниками. Давайте перейдем в наступление. То есть, возглавить наступление должен Алый Хор. Две трети твоего легиона заперты за пределами долины. Только у Хора достаточной силы средств, чтобы штурм прошел успешно. День Кайроса, локтем мечей близится, а наши союзники среди опальных и в судьях отказываются сотрудничать. Тому может быть лишь одна причина. Грейвен, Аши и Тунан объединились против нас. Вы обманом хотите лишить нас заслуженной славы. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Братишка, полегче! Полегче! Тихо-тихо-тихо! Что ты там не говоришь, а? Мы знаем, как все обстоит на самом деле. Вы все против нас. Так, друзья мои, если вы не желаете сотрудничать по доброй воле... Блин, да ты же сам разыгрывал, девота. Мы собрали здесь десятки тысяч новых последователей в Ладыке. Так как же ты смеш отказывал отзываться о нас так небрежно? Тогда тупик очевиден. Мы оба хотим возглавить наступление на гвардии Вендриенов и пожать Лавры Победы. И поскольку Тунана с нами нет, его посланница должна выбрать Зархонта, которому будет предоставлена эта честь. Блин. Я, ребят, когда играл сам, я выбрал опальных. Тяжелый выбор, конечно же. Давайте попробуем первое. Уменьшается голоса Нерата, Грейвен Аши, гнев увеличивается. Ты испытываешь мое терпение... О, нифига себе. Нам тут не нужен без помощи компромисс. Это не устроит ни одной из сторон. Кого ты поддерживаешь? Ага, даже так. Хорошо, опальные возглавят натиск. Благосклонность увеличивается Грейвен Аши. Отлично. Ты делаешь нам честь. Впрочем, я и не сомневался. Это правильный выбор. Опальные стояли во главе наступления с первых дней войны. И теперь нам будет принадлежать победа в последней битве. Наш возлюбленный хор, мы должны защищать их всех, но твое нелепое решение принесет нам погибель. Не для того, мы так усердно трудились, чтобы в самом концу уступить свою славу. Ты сдохнешь вместе с опа... О-о-о-о! Ты осмелишься причинить вред мне и нашей гости? Ага. Нормально. Клянусь Кайросом, это значит война. Как мы до такого докатились? Эм... Я видел, как ты встал передо мной. Спасибо, братан. Слушайте, у нас там благосклонность уже третьего уровня. Просто старая солдатская привычка. Мы захватим зал Вознесения без помощи хора. Да, мы наконец избавились от лживых союзников. Ты уверен, что желаешь войны с хором? А какой у меня выбор? Ясно всем, что голоса не рад и тщеславие готов поставить всех нас под угрозу. Архунт Тайн забыл одного из своих шпионов. Возможно, нам стоит отправить ее обратно к своему хозяину по кусочку. Погоди, ты про фугу? Доспех Баррика издает неприятный звук сминаемого железа. Все присутствующие смотрят на него. Хочешь что-то сказать, Барик? Сейчас ничего, Архунт. Прошу прощения, что перебил. Угу. Нет, ребята, фуга со мной. Фуга, фуга со мной. Ты приютила наемницу Архунта в своей компании? Это же помощь и пособничество голосам не рата. Я этого не вынесу. Хм. Может, я хочу, чтобы голоса думала, что за мной внимательно следят, а? Какой бы кварный план ты не задумал, он всегда будет на тысячу шагов. Впереди тебя. Если хочешь держать ядовитую гадюку так близко, хорошо. Ну, ладно. Но надо, на мой взгляд, переговорить с фугой. Потому что это очень такой интересный момент. Как она к этому относится? Это, черт подери, ребята, немаловажный момент. Что у нас там с благосклонностью и гневом? Благосклонность дошла до третьего уровня. Сейчас, пардон, тут микрофон поправлю. Алый Хор. Гнев пока что тоже нормальный. Гвардия Медреновка, троечка, фуга. Фуга, родная моя, ты ничего мне не хочешь сказать? А, вообще-то у меня есть другие вопросы. Хорошо, я слушаю. что-нибудь о себе, что ты думаешь об опальных, о наших путешествиях. О чем ты думаешь? Что ты думаешь о нашем положении дел? Ну, есть и дикт о наших спутниках, о барике. Кредит доверия, а Алантре либо пишет, либо читает. Я считаю его другом. Верность уменьшается. Ого. Ого-го. Я не доверяю, Алантре собирается всех нас убить, и как только он дернется, я сама сделаю свой первый шаг. Блин, фуга, фуга, фуга. Блин, тяжелое, конечно, положение, но фуга вроде как, я думаю, она останется мне верна. Она должна, во всяком случае, остаться мне верной. У меня есть важные дела. Хорошо. Важные дела, так важные дела. Да, ребята, вот так вот война началась между Алым Хором и товарищами, товарищами этими, поэтому, кстати, а фугу я могу вызвать вообще на дуэль? Фуга родная моя. Кстати, а теперь у нас загорелось. Как ты это сделала? Сделала что? Тогда в Шатри Архонтов ты провозгласила и дикт небрежней, чем читает торговую накладную. Как ты это сделала? Ну, я делал это раньше. Ты сотворила и дикт огня в Веленивой Цитадели. Я слышал об этом, о том, как гнев Кайроса извергся вулканом под крепостью Книгачеев. Ладно, это было я. Считай, что я впечатлена, учитывая, что ты читала слово Кайроса больше одного раза. Я удивлена, что ты способна об этом говорить. Твои голосовые связки уже должны были обратиться в пепел. Я не пытаюсь заставить тебя чувствовать себя неловко, просто признайся в том, что делала. Ты не только вершительница судеб Туна, а ты, глашатая владыки. Это дает недостаточные основания следовать за тобой. Твои пути извилисты, я хочу видеть, куда они в итоге приведут. По сути, фуга сейчас признается нам верности, потому что, несмотря на то, что она принадлежит каламфуриям, она все-таки хочет следовать за нами. Хорошо. Хорошо. Поговорим позже. В принципе, для меня этого достаточно. Друзья мои, я знаю, что мне этого хватит, я думаю, для осознания всех этих дел. Барик, Барик ничего не хочет сказать, Ларри вроде тоже, а давайте попробуем ее вызвать на дуэль. Давай попробуем вживую мишень. Ха-ха. Парные ножи. Давай, давай вживую мишень. Если хочешь рискнуть превратиться в ежика, готовься к похоранам. Это будет весело. Ого. Ого. Я-то думал, сейчас будет битва какая-то. Ну ладно, интересно. Так, а я с Лантрей таким образом могу поговорить? Ну-ка, Лантрей, братишка. Как ты оказался здесь? Кстати, по поводу Лантре. Я ведь практически ничего про него не знаю. Да, вы заметили? Как-то он ходит с нами, воюет, но особой информации нет. Ну-ка, посмотрим. Родился в расколе детей? Нет, что заводит некоторый профицит родительских чувств, каково я перенаправляю на заботу о перелетных птицах. Хорошо, изучил свои сигилы и заклинания примерно 30 лет назад. Хотя писал на самые разные темы магия, птицы, языки, геометрия, но больше всего меня интересовала история. И я нахожу, что нет ничего прекрасней, чем описание событий наших дней. Кроме того, я не знаю, я люблю сосредоточение, пишу портреты, сам изготавливаю чернила и испытываю острейшее отвращение к автобиографии. Я уныл, как наблюдение за ростом коралла. Угу, угу, расскажи-ка мне клятва преступников. И они обучены грамоте, но беда в том, что они родом из знатных домов разных королевств, а значит, все они обучены разному письму. Вот где нужны книгачей и я. Между нами мы достаточно знаем про местные формы письма, чтобы перевести и свести все воедино. Что ты узнал об их планах? Они цепляются за надежду, что их пример вдохновит еще кого-нибудь в ярусах. Дурочки. Так, а как ты в хорт попал? Я должен был отправить несколько посланий, для этого надо было найти полянку, где мои корольчики и голуби сумели бы меня найти. Ага, я пытался сбежать, но какой-то енец схватил меня из огня до в полумя. Так, а о чем еще тебя можно спросить? Книгачейх... Ладно, поговорим с тобой позже. Так, Барик, погоди, братишка, ты меня тоже можешь там помочь чему-то обучить. Ну, разумеется, давай обсудим, какие у нас... Так, ты больше, чем талантливый боец, в юности тренировался, что ваша непревзойденная техника боя на мечах. Так, недостаточно репутации. Блин, недостаточно репутации. Ладно, хорошо, Барик, ты, конечно, интересный фрукт, но сейчас не до тебя. Как видим, сейчас у нас в скором времени начнется осада, финальный штурм, в котором мы с вами должны принять самое главное участие наше. Желательно, конечно же, было бы заготовиться, но путь в лагерь хора, как вы понимаете, для нас сейчас заказан. Я там ничего не могу сделать. Люча, самое время захватить колодец Медриенов, но давайте поговорим. Время пришло. Мы возьмем колодец Медриенов и отучим Ярусников бунтовать раз и навсегда. Эдикт Кайроса скоро придет в исполнение, и нам надо выступать как можно скорее. Вершительница, если ты готова, мне нужна твоя помощь. Нас слишком мало, и хотя враг уступает нам умением, он превосходит число. Я буду сражаться. Я буду сражаться. У меня увеличиваются опальные. Ой-ой-ой-ой, но я думаю, это не страшно. Пока мы тут говорим, наша сила готовится к бою. Встретимся в цитадели. Грейвен аши хранит. Хорошо, ребята, теперь нам с вами необходимо отправиться непосредственно на штурм цитаделя. Стражник кивает в вашу сторону, второй вообще как-то вообще ни о чем не реагирует. В общем, в следующей серии мы с вами отправимся уже наконец-таки на этот главный штурм то ради чего собственно говоря здесь вся эта движуха и затеялась для того, чтобы мы с вами провели этот очень важный штурм. Давайте-ка мы с вами еще глянем на карту. Вот она цитадель колонца ведриенов. Поправляемся потихонечку туда и там по сути будет у нас финальная битва и решится исход всех этих очень важных для нас событий и пролог на этом мы с вами закончим. Я надеюсь, потому что там будет очень жесткий бой. который я когда-то не с первого раза смог пройти, к сожалению. Прямо перед нами надо вести перековор. Ну что, друзья, спасибо вам большое за просмотр. С вами был Диодант. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока. Пока-пока.